С наступлением лета на реке и озер области устремляются не только желающие искупаться, но и те, кто не мыслит отдых без удочки. Однако некоторые из тех, кто любит понаблюдать за поплавком, даже не догадываются, что у безобидной на первый взгляд рыбной ловли есть свои правила и ограничения. Подробнее о них мы сегодня решили поговорить с начальником отдела рыбоохраны по Челябинской области Евгением Шатаевым. Евгений Александрович, Здравствуйте. Начнем, наверное, с самого важного вопроса. Сейчас до 15 июня идет нерестовый период. А какие существуют ограничения во время этого периода? Ограничения определены федеральным законом номер 166 о рыболовстве и сохранении водно-биологических ресурсов, которое определяет правила рыболовства. Правила рыболовства предполагают, что именно для Челябинской области на сегодняшний день запрещается добыча, вылов водно-биологических ресурсов всех видов в течение всего года на реке Течь и ее притоках. С 25 апреля по 5 июня на Тройском Южноуральском водохранилище и озере Уолагач и с 5 мая по 15 июня на других водоемах в Челябинской области. С 1 ноября по 10 декабря всех видов сиговых рыб на озерах Тургаяк, Увельны, Большой Кисегач. В запретные сроки добычи водно-биологических ресурсов разрешается ловить рыбу на одну поплавочную удочку, донную удочку, фидер с берега без применения плавочих средств с общим крючком не более двух единиц у одного гражданина. Что касается подводной охоты, запрещается охота в местах массового и организованного отдыха граждан с использованием аквалангов других автономных дыхательных аппаратов, а также закрытых и запрещенных для рыболовства районах, запретные для добычи сроки. Вы сказали сейчас про два крючка. А смотрите, я знаю, что существуют крючки-тройники. То есть этот один крючок будет считаться за три, либо можно два тройника повесить? На сегодняшний день нормативно не определено, как определить один крючок или два крючка. В судебной практике существует в различных федерациях своя судебная практика, различная. Где-то применяют норму, что один крючок, где-то два крючка. А в Челябинской области наши инспекторы считают количество крючков от точки крепления к поводку. То есть если тройник, значит все равно это будет считаться как один крючок. Один крючок. В Челябинской области, замечаю. Хорошо. Также вы говорили про плавсредства, что нельзя рыбачить из плавсредства. А на плавсредствах можно передвигаться в нерестовый период? В части касающейся использования лодок, транспортных средств, это вопрос государственной инспекции маломерных судов. Они могут вводить какие-то ограничения. В части касающейся рыбалки, я уже как бы сказал, что запрещается ловля в запретный период с использованием плавсредств. То бишь, если вы находитесь на водоеме, на лодке и купаетесь, можно находиться, использовать лодку для отдыха. Но если у вас будет находиться там какая-то снасть, удочка, то это уже вопрос для рыбинспектора, чтобы привлечь внимание, что нельзя, чтобы находились средства орудия лова именно в запретный период на лодке. Например, на некоторых озерах есть островные части. И рыбаки, я знаю, любят рыбачить с этих островов. Может ли он перевозить в лодке тогда удочку, но не рыбачить с нее? Или это будет тоже считаться нарушением? Это будет считаться нарушением. То есть в нерестовый период нельзя будет рыбачить с этих островов? Да, только с берега. Угу. Но ведь у острова же тоже есть берег. Ну, к острову нужно подплыть, согласен с вами. Но вопрос будет в любом случае как бы рассматриваться. И нужно будет дать определенное пояснение, чтобы инспектор поверил, что это именно ваша транспортировка средств для лова именно к острову. То есть лучше не рисковать? Лучше не рисковать. Понял. Вот уже касательно в целом законов по рыбной ловле. За последнее время, то есть за период 2019 года, появились ли какие-нибудь новые правила, нормативные акты? В прошлом году у нас вышел федеральный закон 475-й о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют отношения, возникающие в области любительского рыболовства. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Ранее 2 ноября было принято постановление правительства Российской Федерации номер 1321 об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсом. Размер ущебра исчисляется, взыскивается причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей. Таксы увеличились в сравнении с существующим до 17 ноября 2018 года от 10 до 25 раз. Останавливаясь на теме размеров рыбы, существуют ли ограничения по объему улова и также по размеру рыбы? Да, ограничения существуют. Данные ограничения также определены правилами рыболовства для западосибирского рыбохозяйственного бассейна. Например, для судака, щуки и жереха составляет 30 сантиметров, для леща 20 сантиметров, рак 9 сантиметров. Суточная норма также определена. Сикорипус – 3 килограмма или 15 килограммов. Лещ, судак, ясь, щука, сазан, карась, платва, окунь – суммарно 5 килограмм. Гомариус, то бишь мормыш – 0,5 килограмм. Херамида, мотыль – 100 грамм. Суммарная суточная норма – 10 килограмм. Если вы поймали одну рыбу весом 10 килограмм, то необходимо рыбалку прекратить. Евгений Александрович, спасибо, что пришли к нам в гости. А я напомню, об особенностях рыбной ловли мы поговорили с начальником отдела рыбоохраны по Челябинской области Евгением Шатаевым. На этом информационный выпуск подошел к концу. Увидимся на СТС.